Здравствуйте, я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко, автор сотен видео на канале YouTube, автор десятков книг, брошюр, научных статей. Решил написать очередное видео про ваше здоровье, находясь в Греции, за моей спиной Александр Македонский, он многое сделал для своей империи. Ну а это видео, надеюсь, многое сделает для вашего здоровья. Смотрите его дальше, не приключайтесь. Сегодня, 23 февраля 2016 года, решил сделать подарок для многих мужчин из клуба 40+. А заодно подарок для их любимых женщин. Потому как половина мужчин в этом возрасте уже имеет хронический простатит. И это кандидаты номер один на аденому простаты. Чтобы вы, как и Александр Македонский в предыдущем сюжете, были на коне. И чтобы конь стоял не хуже, чем у Александра Македонского на набережной города Салоники, Греция. А для этого нужно знать, как не только лечить, но и вылечить аденому простаты. Удаление аденомы или лечение аденома простаты – это ваш выбор. Что такое аденома простаты? Это достаточно интересный индикатор мужского здоровья. Который указывает на то, что как минимум очищение организма вы, если и проводите, то не очень правильно. А как максимум и укрепление иммунитета, если проводите, то также правильно своим иммунитетом не занимались уже давно. И на следующий шаг в этом направлении. Если вы целенаправленно ничего менять не будете, то это либо удаление аденомы и импотенции, либо рак простаты. И это также ваш собственный выбор. Но! Удаление простаты можно провести и без снижения потенции. Медицина не стоит на месте. А какое направление движения выберете вы? Сохранить потенцию или вам в импотенцию? Вам нужно крепкое здоровье? Или вы решились проверить свой организм на предмет устойчивости к онкологии? В любом случае, это будет ваш выбор. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, почему простата надежный индикатор мужского здоровья и вашего образа жизни. И что нужно делать, чтобы это второе мужское сердце не шалило. Вы также узнаете, почему чаще всего вода и лекарственные травы достаточно быстрый, чтобы не сказать самый быстрый способ не только обострить аденому, либо простатит. Ну и попасть в импотенцию или на операцию. И также вы узнаете, как сделать правильный выбор. Вам необходимо лечение аденомы в домашних условиях или операция и удаление простаты. И как вы хотите провести операцию с исходом в импотенцию, либо сохранив мужскую силу. Это также ваш выбор. Поэтому смотрите видео дальше. Дальше будет много интересного. Почему же простата надежный индикатор мужского здоровья и вашего образа жизни? И что нужно делать, чтобы это второе мужское сердце не шалило? Все зависит от места простаты в организме. А расположена простата прямо под мочевым пузырем. Оходясь в таком стратегическом месте мочеводелительной системы, простата может воспаляться с развитием простатита и аденому простаты от разных причин. Если исключить незащищенный секс с развитием острого простатита на фоне половой инфекции, основных возможностей остается всего три. И о них вы узнаете прямо сейчас. Вариант первый. Это попадание раздражителей к простате непосредственно с кровью. Ведь она же получает кровоснабжение из вашего организма. И такой вариант развивается чаще, когда основные фильтры печень и почки у пессимистов работают плохо, а у оптимистов могли бы работать и лучшим образом. В этом случае простатит либо аденома простаты развиваются медленно, из-подвое. При каждом улучшении кровообращения. А будете вы заниматься спортом, либо сексом, либо просто посмеетесь над какой-то информацией, любое улучшение кровообращения в данном случае усиливает приток токсинов к месту и усиливает развитие либо простатита, либо аденома. И вы постепенно привыкаете к не самому лучшему уровню здоровья, а затем и к основному симптому. При простатите снижается напор мочи периодически, а при аденоме постепенно, но более устойчиво. И аденома чаще выявляется случайно, а не на профилактическом осмотре. А будет фундаментом для образования токсинов плохая экология, ваш уникальный образ жизни, нарушенный обмен веществ, сопутствующие болезни, это уже несущественно. Спектр токсинов постоянно возрастает. Если работа печени и почек с ними не справляется, этот вариант аденомы на случайном осмотре вас может очень неприятно удивить. Второй вариант. Он появляется при хорошей работе почек и плохой работе печени. Либо при относительно лучшей работе почек, чем работе печени. При этом основная токсическая нагрузка приходится на более активный работающий фильтр под названием почки. Учитывая, что почки получают крови в три раза меньше, даже при относительно слегка сниженной работе печени, то есть при хороших, либо относительно хороших анализах печеночных проб, возникает значительная переруска почек токсинами. При выделении которых с мочой, происходит раздражение удаленными через почки токсинами уже со стороны мочеиспускательного канала. В этом случае обострение простатита или появление аденомопростаты происходит на фоне периодического обострения цистита уритрита. Этот вариант самый коварный. Потому как если при таком обострении вместо очищения крови применяется курс антибиотиков, которые на токсины не действуют, на выделяющиеся соли через почки не действуют, а иммунитет подавляют, вы легко и просто попадаете на третий вариант развития простатита аденомы, о котором я расскажу прямо сейчас. Третий вариант. Он возникает, если у вас остался очаг хронической инфекции после нерационально пролеченного острого простатита, цистита, уритрита, когда антибиотики применялись слепую, без определения чувствительности к ним микрофлоры, или первично, без очага собственного патогена микрофлоры, когда с мочой просто выделялись соли или токсины любого происхождения. В этом случае просто антибиотики сделали свое дело, изменив микробный пейзаж в моче-половой системе и сформировав там очаг устойчивой к ним микрофлоры. И вы, не изменяя своему половому партнеру, легко попали в этот вариант с предыдущего. И если выздоровление не состоялось, периодически встречаются обострения, значит у вас остался таки очаг хронической инфекции в виде простатита. И для подавления такого очага хронической инфекции у вашей ослабленной иммунной системы просто не хватает ни сил, ни средств. В этом случае не имеет решающего значения состояние печени, либо почек, как фильтров крови, а в большей мере имеет значение состояние организма в целом. Что делать, я расскажу прямо сейчас. Фактически у каждого мужчины свой уникальный путь в простатит, либо аденому простаты. И вариантов здесь множество. Хотя основных гианозов на выходе всего два. При этом простатит указывает, что вам в большей мере необходимо правильно проводить очищение своего организма, чтобы токсины не поддерживали воспалительный процесс, простаты. А аденома простаты указывает, что в связи с давностью процесса нужно больше внимания уделять теперь не только очищению организма, но и работе иммунной системы. Потому как следующая стадия иммунодефицита это рак простаты. Об этом нужно помнить. И этот диагноз не для всех имеет одинаковое значение. Об этом я расскажу прямо сейчас. С максимальной скоростью в рак простаты движутся те, у кого присутствует андрогенное облысение. При наличии которого высокий уровень мужских половых гормонов резко повышает риск развития рака простаты. Простата это орган-мишень для этих гормонов. И с таким облысением самое лучшее в монастырь. Но не в женский для сброса гормонов, а в мужской для усмирения плоти. А если на таком фоне развились простатит либо аденома, то не подтверждают, что как минимум очищение крови при таком варианте облысения не происходит эффективно. Видео про лечение облысения на моем канале также есть. Их можете позже просмотреть. В двух основных вариантах облысения из трех плохое очищение крови имеет очень важное значение. А вот почему очищение крови с помощью воды и лекарственных трав может ускорить попадание по скорой помощи не только на операцию по одолению простаты, но и в импотенцию? Вы узнаете прямо сейчас. Почему же вода, самая чистая и полезная, а также лекарственные травы, достаточно быстрый способ обострить аденому либо простатит? Просто вода, да, она, это абсолютно необходимый компонент для поддержания жизни и здоровья, потребность которой самая большая на протяжении всей жизни. Но! При несоблюдении некоторых условий вода становится самым опасным для здоровья простаты врагом. Ведь вода прекрасный растворитель, который принесет в простате любые растворимые в воде токсины. Неважно они попали в организм с дыхаемым воздухом, с продуктами питания, вода была чиста, девственна. Но она прекрасно растворила и принесла к почкам, а потом и к простате, все, что было в вашем организме. Поэтому нерациональное использование воды способ вызвать не только простатит, но и аденомопростаты, а со временем и рак простаты. Ведь канцерогены, часть из них, также прекрасно растворимы в воде. Если их не обезвредила печень, почки их выводят, как есть, в активном состоянии. И мимопростаты они никак не пройдут. И все зависит от срока нарушения основ физиологии и спектра находящихся в крови токсинов. Видео, как правильно пить воду на моем канале есть. Их более десятка. И можно легко просмотреть. А как вам помогут лекарственные травы? Вы узнаете прямо сейчас. В какой же мере вам могут помочь лекарственные травы? Ну, одно название говорит, что они полезны. Если открыть интернет, оказывается, что абсолютно полезны. Но! Безусловно, можно поспорить, могу поспорить с вами по разным компонентам лекарственных растений. Все-таки я фитотерапевт далеко не в первом поколении. Имею большой практический опыт использования лекарственных растений. И 6 лет на кафере фитотерапии с курсом фармакогнозии оставили в моей памяти и в моей практической жизни достаточно большой след. Многое изменив в отношении к травам. И насколько травы вам подходят или не подходят, можно спорить. Но! Большинство трав мочегонные. Примерно 70-80% из них так или иначе усиливают образование мочи. И в этом их большой плюс и не менее громадный минус. Плюс. Да, травы помогают почкам работать, очищать кровь. С этим не поспоришь. Вроде как это полезно. Правда, некоторые компоненты лекарственных растений делают это достаточно экстремально. И часто ускоряют движение в сторону почечной недостаточности. Да, обострение аденомы либо простатита в этом случае будут в меньшей степени, потому что почка уже не способна выделять токсины, а раздражения нет. Но лучше жить с простатитом, чем с почечной недостаточностью. Это более серьезная проблема. А вот большой минус лекарственных растений если в крови слишком много токсинов, то они в значительно большем количестве проходят с мочой около простаты. И раздражая простату теперь уже со стороны мочеиспускательного канала обостряют либо простатит, либо уретрит, либо аденому простаты. Иными словами, ведут либо в импотенцию, либо к раку простаты. Поэтому, если лекарственные травы подобраны правильно и применяются в системе, тогда результат значительно лучше будет. А вот если лечение травами это эпизод в вашей жизни, вы решили что-то на себе попробовать, обострение простатита либо аденомы лишь самая малая расплата за эту беспечность. Главное, не переусердствовать. Иначе можно вызвать острую задержку мочи и попасть на операцию удаления аденомы по скорой помощи. А там, в спешке, могут удалить простату вместе с потенцией. Если вас интересует избавиться только от аденомы простаты и сохранить потенцию, об этом будет видео прямо сейчас. Какой же вы сделаете выбор лечить аденому в домашних условиях либо идти на операцию с разным исходом? Ну, если у вас есть аденома простаты, вам нужны как минимум очищение вашего организма, очищение крови и укрепление иммунитета, которые нужно проводить под контролем анализа. Что самое сложное для многих, заниматься этим нужно достаточно продолжительное время. Если простатит возникает вот так, то аденома это длительный иммунодефицит, который показывает, что очищение вашего организма длительно происходило неправильно. И где еще склады с токсинами находятся в вашем организме, если вы плохо обследованы, известно одному Богу. Поэтому очищать свой организм, заниматься своим организмом нужно будет не день-два или недельку. Либо от случая к случаю, либо к празднику. Только в системе будет хороший результат. А вот если есть запущенная аденома простаты, либо рак простаты на ранних стадиях, уже не как дополнительный, а как основной фактор показана операция, которую можно провести с сохранением мужской силы. Потому как мало кто думает про сохранение потенции, пока она есть. Но все начинают суетиться, когда потенция ослабевает. Однако, если удаление аденомы провести неправильно, потенция исчезнет навсегда. Да, недавно побывал в нескольких частных клиниках Греции. Был приятно удивлен. Оказывается, в Греции по утверждению одного из киногероев не просто все есть. Помните выражение в Греции все есть. Из клуба 40 плюс должны помнить многие. Если память ослабела, по всей видимости развивается атерослероз сосудов и необходима коррекция уровня холестерина в крови. На эту тему также есть отдельные видео на моем канале. А вот после операции в Греции можно после удаления аденомы простаты оставаться мужчинами. Вариантов операций просто много. Часть из них с сохранением функции мужской силы. А ведь многие мужчины, боясь им потенции, часто затягивают с неизбежной операцией, делая процесс более запущенным. И одновременно вместе с потенцией часто могут потерять жизнь. однако, даже самая щадящая операция не исключает необходимости заниматься вашим иммунитетом и очищением организма. Просто не меняется качество жизни мужчины после операции. И одновременно операция дает небольшой шаг назад в плане очищения организма. Ведь один из складов для токсинов, для канцерогенов во время операции убирается. но один из плохо работающий организм складывать может быть не только в простату. Накопление может быть в любых других органах и изменение клеток в сторону онкологии могут наблюдаться где угодно. Поэтому такая операция может быть лишь условно признана частью системы очищения вашего организма. Но ни в коем случае не как укрепление иммунитета. Которым нужно заниматься как минимум в восстановительном периоде. в надежде, что дальше иммунитет начнет работать сам. Вдруг. А как максимум иммунной системой нужно заниматься на протяжении всей жизни. Чтобы она не подкинула другой сюрприз с онкологией в другом месте. Ведь место накопления канцерогенов удалено. А канцерогены в организме все равно есть. Просто чтобы рак простаты из стадии 1-2 вдруг не превратился в стадию 3-4. Исход разный из каждой стадии. И это важно понимать. Думаю, что не имеет принципиального значения от какого вида иммунодефицита ваш уровень здоровья критически нарушится. Будет это вирусная инфекция либо бактериальная инфекция не важно где она находится. Любая интоксикация либо онкология. А может лучше занимаясь иммунной системой которая главенствует в организме любого человека дожить до старости тогда вам нужна индивидуальная программа очищения организма и укрепления иммунитета с учетом имеющихся заболеваний индивидуальной реактивности генетики вариантов ну миллиарды 30 тысяч болезней и 7 миллиардов жителей планеты каждый со своими индивидуальными особенностями это все можно делать на фоне экстремальных или менее экстремальных способов очищения крови и организма в целом таких как операции тогда ваш уровень здоровья будет выше а мужская сила сохраняться на более продолжительное время радуя как мужчин так и женщин на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете какую оценку поставить на это видео кому из друзей отправить ссылочку на него я покажу вам немножечко это уникальное место за моей спиной Александр Македонский залив второго по величине городе Греции немножечко конечно закрывает солнце но вот так наверное лучше все прекрасно все спокойно море спокойное надеюсь и ваше здоровье будет под контролем до новых встреч на моем канале